отдых и лучшие достопримечательности дубая также вы сегодня узнаете что посмотреть в дубае самостоятельно и с детьми куда сходить в первую очередь и что посетить бесплатно а сколько стоит отдых дубай и где купить недорогие туры я вам показывала ссылку оставлю в описании под этим видео а также не забудьте подписаться на мой канал чтобы ничего не пропускать бурдж халифа является одним из самых высоких зданий в мире высота 828 метров она имеет самую высокую общественную смотровую площадку на планете 148 этажа открывается неповторимый вид на город здесь также находится первый в истории отель армани небоскреб открывшийся в 2010 году до сих пор остается одной из главных достопримечательностей города дубай мол самый большой торговый центр в арабских эмиратах находится в дубае торговый центр дубай мол расположен у подножия бурдж халифа и занимает площадь равную 50 футбольным полям сам по себе практически считается городом торговый центр собирает больше посетителей в год чем лос-анджелес или нью-йорк внутри торгового центра полно интереснейших вещей даже настоящий скелет динозавра дубайский музей музей дубая расположен в одном из старейших зданий города форта аль-фахиди был открыт 1970 году и остается одной из главных туристических достопримечательностей экспонаты варьируется от старого оружия и снаряжения для ныряния за жемчугом до впечатляющего набора военных артефактов и предметов взятых из четырехтысячелетних могил аль-гусайсы аквапарк аквавентуры аквавентура один из крупнейших аквапарков дубая является частью гостиничного комплекса атлантис и включает в себя ряд бассейнов горок и зону детских аттракционов бухта дубай крик дубай крик это естественная бухта с морской водой которые делят центральный дубай на две части дейру и бур дубай пусть и дубай крик расположены заповедник дикой природы являющийся местом обитания более чем 27 тысяч птиц также по соседству с ним можно найти бутик отелей и яхтенные клубы мечеть джумейра мечеть джумейра одно из самых фотографируемых зданий города впечатляющий образец современной исламской архитектуры построены посредневековым линиям фатимидов он имеет два минарета и слегка подсвечивается ночью немусульманам не разрешается входить мечети дубая хотя мечеть джумейра позволяет немусульманам посещать их в рамках организованного тура квартал бастакия это историческая часть города историческая бастакия одна из немногих частей дубая чья родословная выходит за рамки 1970-х годов можно прогуляться мимо местных домов и дворов вдоль залива дубай крик и полюбоваться традиционными ветренными башнями которые когда-то использовались для охлаждения домов здесь также есть скромный музей несколько кафе небольшие художественные галереи и субботний уличный рынок деревня дайвинга остров пальма джумейра кто бы мог подумать об идее построить остров форме пальма но дубай создал кроме того они сделали его самым большим искусственным островом из когда-либо построена настолько большой что его можно увидеть даже из космоса остров пальма или пальма джумейра это центр роскошных частных резиденций и отелей только на этом острове более 30 отелей самый известный среди этих отелей атлантис обязательно посмотрите на это чудо созданные руками человека хороший вид на всю пальму джумейру открывается с дубайской монорельсовой дороги но чтобы по-настоящему оценить дизайн острова нужно совершить полет на вертолете сафари по пустыне большинство развлечений в дубае находятся в городах вот что отличает сафари по пустыне от всего остального это единственный способ поближе познакомиться с арабскими дюнами сафари позволит открыть забытые традиции арабов живущих в пустыне и это еще не все достопримечательности остальные расскажу в следующем видео поэтому подписывайтесь на канал чтобы не пропускать а